Газета 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 Криминальные авторитеты требуют расправиться с Чупруновым. Газета, еще раз скажем, публикует стенограмму их воровской сходки. Через несколько дней, через две недели после публикации, подполковник Вячеслав Чупрунов, еще раз скажем, начальник полиции Ростова-на-Дону, оказывается вместе с своим мотоциклом под колесами огромной фуры. Газета предупреждает, Чупрунов погибнет. И через две недели подполковник погибает под колесами фуры. Что это? Случайность, совпадение или же откровенный вызов криминала? Андрей Викторович, ну как в известном романе, тоже мне бином Ньютона. Если в 90-е годы начался процесс сознательного развала институтов государства, в данном случае один из институтов МВД стали малофункциональны. Потому что система не работает, это можно сделать только если будут приняты какие-то специальные меры по противодействию. То есть защита государственная, охрана человеку. Я ровно об этом и говорю. Вся сходка, вся сходка, вот стенограмма. О страхе перед ментами. О страхе. Вся сходка, весь разговор авторитетов криминальных. Только об одном. Нам плохо. Нас, воров, прижали так, что дальше некуда. Для начала привет, поклон всеобщий людям от людей. Тут важно понимать, что воры в законе называют людьми только воров. От дедушки особо имеется в виду дед Хасан, известный авторитет. Разобрать нужно правильно тему непростую. Она нам всем важна. И раньше речь об этом велась. От рук отбились Ростов-Папа и Хабаровск. Ростов-Папа, это Ростов. Но давно вопрос к Еве Меркачеву из МК. Как эта пленка в ваших руках оказалась? Пленка оказалась совершенно случайно. Как всегда оказываются подобные материалы. Всегда случайно. Я сама по себе, она очень плохого качества. Я когда стала слушать, не совсем даже поняла, о чем они толкуют. Ее кто-то слил, так говоря, на нашем языке? Подошли люди, которые знали, как я выгляжу. Не исключено, что как раз эта запись была получена во время оперативных мероприятий. Которые полиция идет? Возможно. Где встречи не пояснил мне ни человек, который передал. Он просто сказал, что, возможно, нас заинтересует эта аудиозапись. И пояснил, что один из участников сходки – это человек, близкий к Хасану. Субтитры создавал DimaTorzok